Добрый вечер, друзья. Рад снова всех вас видеть. Как я понимаю, некоторые из вас были на лекции 15 июня, открывающие этот цикл. Сегодня мы продолжаем работу, углубляясь в структуры невидимого города и те измерения, которые мы открыли, наша исследовательская группа открыла в ходе социологического исследования. Если я говорю «невидимый город», какие идеи вам приходят первыми в голову? Возможно, тайные общества, теневая экономика, некие тайные структуры, секретные связи, запретные удовольствия. Но на деле, если мы говорим о том, что составляет задачу социолога, а не романиста, наша первая задача — это обнаруживать невидимое в видимом. И, конечно, один из ключевых вопросов социологического исследования — как в городе работают те жизненные стили, которые предстают нам в очень отрывочных, пёстрых ощущениях на бегу в городской жизни. И даже если мы бросаем взгляд за дверь подъезда в эти анонимные пространства лестничных площадок, мы уже начинаем погружаться в структуры невидимого города. В этих предельно обесцвеченных анонимных пространствах оказывается теплица жизнь, присутствуют какие-то фрагменты уязвимости, какие-то моменты интимности, что-то совершенно нефункциональное и неанонимное. За тремя железными дверями своих подъездов и лестничных клеток горожане обживают эти пространства. И это уже первое прикосновение к тому, что можно назвать невидимым городом. Это скрытое, которое доступно кому-то, но далеко не всем. Но прочь на улицу. Когда мы выходим, покидая двери подъезда, конечно, мы обнаруживаем, что главной характеристикой, которая нас может заинтересовать, или, вернее, главным объектом, который нас может заинтересовать, это становится пространство. Но пространство тоже невидимо. Пространство как таковое неосязаемо. В лучшем случае предстает нам в виде геометрической координатной сетки того, что крайне нейтрально по отношению к наблюдателю. И чтобы понять, как оно работает, нужно двигаться. Необходимо движение. Именно поэтому одной из определяющих характеристик нашего исследования стало движение. Мы проводили интервью в форме прогулок по значимым для наших собеседников местам города. И это решающим образом меняет оптику городского восприятия. Если мы движемся по пространству, если мы что-то меняем в пространстве, если мы сопровождаем обладателя опыта городской жизни, которую он ведет в своем районе, в местах отдыха или в местах, например, травматического переживания, каким-то образом справляясь с ним, мы получаем доступ к тому, как работает город, мы получаем доступ к тому биографическому смыслу, который город приобретает для обладателей разного социального опыта, разных биографических траекторий, разных форм чувствительности и принадлежности. И вопрос, который для нас оказывается... поначалу звучит как вопрос метода, как исследовать пространство в движении, превращается в ответ о том, каким образом это пространство устроено. Очевидно, что одно и то же место, в которое попадает ЛГБТ-активист и рабочий иммигрант, бизнесмен и подросток, предстают или производят биографическое действие совершенно различного свойства. и каждый из тех, кто попадает в это место, пересекает его или каким-то образом с ним взаимодействует, уносит с собой какой-то смысл взаимодействия с пространством. Но как этот смысл вскрыть? Вот это второй главный вопрос исследования. С чего бы вы начали? А вернее так, с кого? Кому нужно было бы обратиться для того, чтобы получить доступ к городскому пространству, наполненному смыслом? К местным. Звучит хорошо, но к каким местным? Идея отличная, но достаточно ли это для того, чтобы получить какое-то первоначальное впечатление или понимание этого пространства? Допустим, кто-то пользуется пространством ежедневно, пересекает его, отправляясь в магазин, на работу и так далее. Что он может сказать об этом пространстве? Согласитесь, это очень проблематичный момент. Это значит, что нам нужны особые люди. Не в смысле люди со сверхспособностями, а люди, которые должны, способны сообщить о том, что они делают с этим пространством, как они двигаются, как перемещаются. И это означает, что в конечном счете нам нужны люди, у которых есть какой-то счет, который они могут предъявить городу. Потому что в конечном счете пространство, в котором мы двигаемся, это также пространство, которое доставляет нам удовольствие, либо, что чаще, неудовольствие. Некое переживание, с которым мы должны каким-то образом работать, как с травмой. И значит, нам нужны люди, у которых есть опыт социальной уязвимости, но которые умеют работать с этим опытом уязвимости коллективно. Именно поэтому они рефлексивны. Именно поэтому они способны выражать в языке свой опыт отношений с городом. Они способны проблематизировать его. Они способны вписывать его в биографическую канву своей жизни. И благодаря этому они могут стать нашими первыми проводниками в тот зафасадный мир Москвы, мегаполиса, города, который нас больше всего интересует. То есть нам нужны рефлексивные люди, умеющие работать коллективно с опытом уязвимости городской жизни, имеющие этот опыт и каким-то образом рефлексирующие, то есть вписывающие этот личный опыт в какое-то относительное пространство городских координат. Третий порог или третий вопрос, который встает перед нами как исследователями. Что делать, желая преодолеть некие пороги публичности? Мы не просто идем, бредем по городу, мы не просто перемещаемся от одной значимой точки к другой, мы пытаемся понять смысл. И этот смысл, скажем так, уже, возможно, предпослан, он уже приписан этому месту, а нам нужен другой смысл. Нам нужен неортодоксальный смысл. Ортодоксия от, так сказать, прямого понимания, понятия прямое, так сказать, или прямолинейное мышление, это прежде всего восприятие города в соответствии с теми координатами и кодами, которые город предписывает вам сам. Прежде всего, языком проектировщиков, архитекторов, девелоперов, коммерсантов и так далее. Что делать, когда нам нужны какие-то другие смыслы? Очевидно, что нам следует двигаться вместе с нашими собеседниками так, чтобы они были способны сообщить нам что-то важное. Если это человек, который впервые сталкивается с ситуацией интервью и видит перед собой диктофон, и уж тем более видеокамеру, конечно, он имеет право смутиться. Что делать в этой ситуации? А что делать в противоположной, если наш собеседник уже рефлексирует вопросы городской жизни, городской совместности, уже имеет какую-то форму публичного высказывания на эту тему? Довольно велика вероятность того, что он предложит нам готовые фразы, некоторые заготовки, которыми он уже распоряжается в публичном пространстве. На деле ответом и на тот, и на другой вопрос, или на ту, и другую ситуацию, является внимание к биографическим подробностям. Если мы искренне заинтересованы в том, чтобы реконструировать совместно с собеседником город как биографию, если мы вслушиваемся в те подробности, в те детали, которые нам сообщает, у нас есть все шансы к тому, чтобы преодолеть и естественное смущение собеседника, и медийность заготовок, которые он уже разработал и предложил к публичному освоению. Потому что обычно журналисты, большие СМИ не интересуются теми биографическими подробностями, которые интересуются социолог. И, относясь к пространству, как к биографическому пространству, как к некоторому набору биографических опытов, мы таким образом получаем доступ к тому, что еще не слишком обработано, переработано в публичное высказывание, но при этом не является настолько незначимым или, напротив, настолько опасным для собеседника, чтобы он уклонялся от соблазна реконструировать собственную биографию в этом пространстве. То есть мы вступаем в акт сотрудничества с нашими собеседниками. Это крайне важный момент, потому что наши интервью-прогулки — это не извлечение информации, не экстракция, мы не экскаваторы, которые пытаются просто набрать побольше материала. Мы вступаем в акт коммуникативного сотрудничества, мы кооперируемся. И эта кооперация, это сотрудничество предполагает высокую степень взаимного доверия и солидарности, которая начинается с первого контакта и продолжается, распространяется на дальнейшую коммуникацию вплоть до нашего сегодняшнего разговора в этом зале. С вашей точки зрения, есть ли что-то, что объединяет городское пространство и его изучение, вопрос о том, как устроен и работает город с митингами? А самое главное, можно ли сказать, что в митингах есть что-то невидимое? Полагаю, поверхностный ответ нет. Митинги очень шумные, яркие, пестрые события. Скажите. Движение толпы согласуется с пространством города. Хорошо, если мы готовы относиться к тем, кто собирается на митинг, а к толпе. Но в целом, выбор места, да, согласен. Но это все еще видимые аспекты. То есть как только мы застаем митинг в процессе его развертывания, в момент, когда он происходит, мы с вами находимся в пространстве видимого. Что невидимого может быть в митинге, казалось бы? Лично для меня сам острый интерес городской тематики возникает как раз в тот момент, когда я начинаю изучать митинги. Это происходит в декабре 2011 года, когда я инициирую создание НИИ-митингов, неакадемической исследовательской группы со свободным членством. Мы выходим на каждый протестный или проправительственный митинг и собираем интервью прямо в местах, где происходят события. И здесь очень важно. Оказывается, что участники, особенно протестных митингов, особенно поначалу, очень хотят поделиться тем, что происходит, смыслом происходящего. Но в этом почти нету ничего от пространства. То есть митинги происходят в городе, но пространство не становится вопросом для митингов. И до последнего момента, до недавнего времени, городское пространство в Москве и других крупных городах почти никогда не являлось предметом проблематизации протестной активности, не говоря уже про властной. И в этих обстоятельствах очень важны митинги против так называемого закона о реновации и некоторые другие формы городской активности, например, защиты зеленых парков, или общественных школ, которые как раз начинают проблематизировать пространство. Это один из главных выводов работы, которая была проделана на митингах. Городская тематика на самом деле не трансисторична. Она не присутствует в каждый момент, в любой момент в совместной жизни. Пространственность точно так же может отсутствовать даже в тот момент, когда мы все с вами разделяем какое-то пространство. И поэтому один из вопросов, который мы ставим перед собой в исследовании, это вопрос о совместности и о невидимости того, что мы не замечаем, хотя вроде бы смотрим прямо на происходящее. И, конечно, когда мы начинаем исследовать митинги более детально, мы обнаруживаем, что это не просто яркие, заметные, бросающиеся в глаза события, которые может не замечать только федеральный канал теленовостей. Это множество смыслов, которые различные участники, в зависимости от их социального положения, социальной траектории, политической чувствительности и компетентности, форм совместности, в которых они пребывают, привносят в это пространство. И смысл участия может разниться от желания посмотреть, послушать, до желания изменить политический строй конституционным или не очень способом. У вас была какая-то реплика. Да, или, может быть, вопрос. Прошу вас. Правильно ли я вас понял, что если, например, на Новый год мы видим в определенной части города много людей, им, например, мало машин, то это вызывает у нас мало вопросов, потому что мы себе это можем объяснить. Ну, в смысле, любой горожанин или, например, человек, который первый раз в этом городе. Просто праздник. А митинг — это все-таки такое явление, где, когда ты видишь большое скопление людей, ты не можешь поставить точную, что это значит, чему это равно, то есть по событийности. И вот что это за событие. И что, в общем-то, до определенного момента в нашей стране улицы не выступали такими местами, где люди могли, вот, в общем-то, сами создать это событие. Это, скорее, наверное, будет вопрос. Правильно ли я вас понял, что это именно так, что только последние 5-7 лет в нашей стране стало, ну, в этом городе, по крайней мере, мы видим совсем другие течения, или, можно так сказать, формы озабоченности, которыми оперируют коллективно. Мы не можем четко определить, что за событие происходит, когда видим, это не праздник, но людей столько же, сколько на праздник. Не уверен, что мы можем это сказать с однозначностью, что происходит, потому что весь опыт исследования митингов показывает, что мы достаточно плохо себе представляем, что происходит, как в силу непредсказуемости каждого следующего события, некоторой серии вот этих пространственных агрегаций, так и в силу того, что участники, которые приходят на события, тоже не очень хорошо пока представляют себе, в чем его смысл. Все митинги волны 2011-2013 года сопровождались участием большого числа людей, большого числа участников, которые одновременно присутствовали там, но не участвовали с каким-то ясным высказыванием, а хотели посмотреть, что происходит. То есть познавательный интерес превосходил политический. Это очень важное обстоятельство, которое свидетельствует о том, что мы находимся еще только на пороге эры действительного низового присвоения городского пространства. И для того, чтобы понять, что происходит в этих местах, то есть что такое городское место, не просто пространство, не просто некоторая геометрия и даже не просто биографическое событие, а машина, которая нас делает. Делает благодаря тому, что обладает для нас смыслом, делает благодаря тому, что мы ей приписываем смысл или осваиваем таким неортодоксальным, то есть непрямым способом, который позволяет нам схватывать это пространство поверх кодов и предписаний. И, собственно говоря, большая часть того, что формирует нашу субъективность, того, что формирует нашу чувствительность, наши взгляды, вкусы, предпочтения, происходит именно тогда и так, когда мы схватываем городское пространство в каких-то неортодоксальных смыслах, присваиваем этим пространством смысл, и тогда они становятся нашими местами в городе. Именно тогда торговые центры превращаются из утилитарных мест потребления вместо неутилитарной коммуникации, общения между друзьями, именно тогда или, например, даже политических акций. Именно тогда незастроенное пространство превращается из голой земли вместо некоторого удовлетворения чувственности или чувствительности романтического толка редкая возможность оказаться вне городской застройки современного мегаполиса, а спальный район уже больше не кажется просто набором ячейк для сна, но электричеством игровых сетей и напряжением футбольных, околофутбольных сред. То есть субъективная география города это ответ на то, как в действительности работает город, что происходит с пространством, когда его заселяют люди. И для того, чтобы это продемонстрировать, я хочу попросить запустить еще одно видео, следующее видео, в котором собраны фрагменты из нескольких наших интервью, где собеседники говорят о смысле пространств, делая их местами. Ну вот здесь довольно часто проходили всякие пикеты, и вот здесь тоже бывало, что здесь всегда начинается следствие 12 января, и я каждый год в принципе, да, я очень часто спустила здесь просто в Бульваре, или просто в Бульваре. Там вот было что-то какое-то странное, а, там был бушковский новострой, и мне там не нравилось, синие шатры. Это было мое первое сообщество, где я познакомился с ребятами гораздо старше, чем я. То есть до этого в школе, да, то есть в младших классах, и в средних классах, я никогда не взаимодействовал с ребятами, которые были на 10 лет старше у меня, на 15 лет. И Unilance, вот эта сеть, дала возможность общаться людям из разных поколений, совершенно с разными интересами. И мы встречались здесь, это называлось сходками, и мы собирались каждую неделю, и нас здесь было человек 60. Здесь все было заполнено на неделю, и мы сдали пить иво, вот когда мы пили и вы здесь, и разговаривали. Так, ну вот станция как раз Лихоборы. Сюда мы приезжали с дедушкой, к счастью, оставили открытым вход. Здесь, собственно, ну обычно это всегда термос, самое главное, теплый, теплый чай, горячий чай, и какие-нибудь там, вот я помню, черный хлеб с зеленым чесноком, ну какой-нибудь там сырок, еще что-то, дедушка вообще готовил все время какие-то вкуснятины, вот, и паровозы вообще люблю. Вообще у меня прадедушка, ну правда, по бабушке на линии, он был машинист паровоза, вот, где-то на границе Белоруссии и Украины, вот, возможно поэтому у меня какая-то любовь к поездам и поэтому тоже у меня как-то в крови, вот, очень люблю и рисовать на них, и ездить на них, и просто где-то быть рядом с ними. У меня уникальны тем, что я здесь недалеко жил, была, здесь до сих пор на побегах, в мой родительский дом, и, ну, жила я в Борисских прудах, в этих кирпичных красных домах, которые едут из Паширки, и ездила здесь просто на Лосфеке, и сюда я попала один раз абсолютно случайно, потому что мой путь обычно обрывался на Борисских прудах, собственно, на западной стороне, и я возвращалась домой, и я просекла дорогу и поехала дальше. Что меня ужасно удивило, это голое поле, где люди просто, не знаю, с голым торсом ходили, занимались физкультурой, на открытом воздухе как будто не залиплено, находились. Раньше в Бутово К-канал делилось. Вот Лира, где мы были, там вот, в основном, Кавказ, и там черный. Вот этот микроел П, ой, Поляна, микроел П, здесь был в основном хулиганье, там было хулиганье, футбольное хулиганное, там больше уличные, 25-й, но тоже уличные. Кого, кого я знаю, то есть там уже кто-то в основе начал гонять, кто-то, он человек 12, только 10 лет, по 8 лет его как мама сходила на футбол, парень все вболен футболом. То есть вы видите, насколько разнообразен этот опыт присвоения местам смыслов, и вы видите, в какой мере эти места могут определять то, что называется разнообразием городской жизни, жизненных стилей и наших субъективностей. И, конечно, задача нашего исследовательского проекта состояла в том, чтобы расширить словарь понимания города, вывести его из границ вот этой обычной геометрической сетки, в которой привычным образом мыслят город-урбанисты, транспортные потоки, разметка кварталов и так далее, и вернуть городскому, городской географии те смыслы, те осязаемые биографические, очень действенные смыслы, которые направляют нас в городской жизни и ориентируют друг в отношении друга. Поэтому, конечно, такое расширение словаря не является чисто интеллектуальным, это не простая лексическая операция, когда мы вводим тот или иной термин в наш арсенал суждений о городе. Это расширение в полном смысле коммуникативное, когда мы общаемся с нашими собеседниками, когда мы разделяем то пространство, которое они населяют и смысл, которому они придают, и благодаря этому мы получаем доступ к тому, что скрыто, к тому, что невидимо, но к тому, что составляет своего рода действующую пружину городской жизни. И, как вы понимаете, такое исследование не может быть реализовано в одиночестве, если только это некая библиотечная, сосредоточенная работа, а вы видели на экране, что таковым это исследование не является, и исследование — это коллективное предприятие. Поэтому сегодня в нашем мастер-классе участвуют те, кто принимал самое деятельное участие, кто внес свой деятельный вклад в исследовательскую работу. Это члены исследовательской группы «Город взгляд изнутри». И я буду понемногу передавать им слово с тем, чтобы затем наш диалог мог вестись уже совместно. Хочу пригласить Марию Меньшикову, которая сделает краткое уточнение о том, что значит митинги в городе и для чего нужно обращать внимание на митинги в рамках городского исследования. Здравствуйте, друзья. Я продолжу разговор о митингах, который уже начал Александр. Александр уже сказал о НИИ митингов, которые занимаются исследованиями с 2011 года. Я хочу сказать, что я к этому присоединилась в 2013 году. И если в 2011-2012 годах стоял вопрос, кто пришел на митинги, несмотря на то, что у СМИ уже заранее был свой ответ, потом позже стало уже важно проследить, как развивается протест и перерастает ли политическая повестка в социальную. Оказалось, что этого не произошло, то есть политический протест не перерос в социальный и вопросы социальной справедливости и перераспределения благ не стали обсуждаться как-то более артикулированно. И на интервью, на митингах я могу сказать, что зачастую люди даже не могли сформулировать какой-то социальный посыл, какой-то лозунг, одну фразу, которая была бы им близка в этом смысле. Но социальный протест перерос в политический. Я говорю здесь о митингах против закона о реновации. И городское исследование, которое мы ведем, оно помогло мне понять, как работает городская протестная мобилизация, которая как раз переросла из районной в общегородскую. И в интервью на митингах мы задаем неизменно один и тот же вопрос, участвуют люди в какой-то районной активности. То есть нам здесь важно пересекаются протестные акции, очень локальные и общегражданские. И чаще всего такой связи не было, но вот угроза реновации как раз стала тем толчком, который вобрал в себя как раз районную повестку и общегородскую. В рамках нашего исследования мы брали интервью у муниципальной депутатки Гагаринского района Елены Русаковой. Я думаю, многим из вас это имя уже знакомо. Она одна из организаторов как раз протестной активности и митингов. Она в своем районе боролась и продолжает бороться против реконструкции Ленинского проспекта, против точечной застройки, против того, чтобы устроили церковь на месте сквера и так далее. И районная жизнь и районный протест, как мы узнали, они, как ни странно, находятся в сфере невидимого. То есть мобилизация граждан происходит скорее по каким-то каналам вроде социальных сетей или по телефону, а не в каком-то режиме столкновения на улицах. Столкновения в хорошем смысле. То есть что еще интересно, если вы будете гулять по Ленинскому проспекту, вы обнаружите насколько это идиллический благополучный район. Это настолько благополучный район, что застройщики, то зло, против которого борются жители, они используют Ленинский проспект как бренд, как образец такого приятного места, где очень спокойно и комфортно. И никогда поле битвы, я могу сказать, не было таким умиротворенным, не выглядело таким умиротворенным. Что интересно, активным жителям района мешает не только отсутствие свободного времени для какой-то протестной борьбы, но и пространство, точнее его отсутствие. Отсутствие каких-то публичных общественных мест, красных уголков, бывших красных уголков, где люди могли бы собраться с соседями. А во дворе, как известно, большую часть времени холодно. И я зачитаю из интервью еще одну цитату, что мешает быть городским активистом. Вот цитата. А люди уже устали, люди уже в этом выдохлись, и вот эту кампанию проводить не стали. То есть периодически вспоминают, что мы же отдали, не вернули, нужно вернуться к этому вопросу. Но когда выясняется, что надо снова поднимать народ, собирать подписи, проводить какие-то мероприятия, акции на эту тему, оказывается, что те, кто знает, как это делается, они говорят, ой, сил нет, надо, конечно, понимаю, что надо, но лично я уже не могу, и так далее. Это у людей как-то находится только на каких-то коротких дистанциях. которое вышибает из привычного уклада жизни. Вот тогда это получается. Очень часто бывает, что уже какая-то победа, надо ее развивать, а тут все прекращается. Победа фактически потом на следующем этапе оказывается утраченной. Мария, спасибо большое за эту проблематизацию опыта места как места поражения. И мне кажется, что это действительно очень важно. Нередко в представлениях о городе как городе пригодном для жизни вот эти опыты поражения, опыты утрат, утрат в том числе того, против чего борется современная урбанистика, а именно развалин, руин, нерентабельных покинутых мест и так далее, на деле оказывается очень важным изъятием из нашей городской жизни. И в целом, возвращаясь к вопросу о пространстве, давайте попробуем углубиться в то, каким образом пространство связано с биографией. Хочу пригласить Веру Гусейнову к нам присоединиться. Здравствуйте, друзья. Я очень рада, что мы здесь собрались и можем поговорить о нашем любимом городе. Я хотела бы рассказать про пространство и про проблематизацию опыта респондентами, которые мы получили. в первую очередь я хотела бы обратить внимание на то, что именно переживание опыта является центральным объектом этого исследования. То есть мы не изучали пространство без людей, мы работали с рецепцией опыта вместе с людьми, пытались вытащить его и в каком-то смысле, я бы сказала, пережить заново. Главное, чего мы ждали, об этом уже сегодня говорилось, это столкновение с этим пространством в живом режиме. То есть я бы сказала, что это главный критерий успеха интервью, которое мы проводили, реализовать необходимость буквально в смысле наступить на пространство в городе и прочувствовать его. В отличие от интервью с философами, которые, например, в моем исследовательском опыте было довольно много, я хочу сказать, что городское интервью выходит за рамки простого диалога и диалог, беседу, которую мы ведем с респондентом, вторгается пространство, то есть физическое место, в котором мы находимся прямо сейчас. И сейчас я хотела бы продемонстрировать, как пространство влияет на ход беседы. Например, яркий пример активизации опыта — это интервью, которое мы проводили с одной из респондентов к этому исследованию. Интервью состоялось на лугу, то есть это было пространство, это было в городе, в поле, как ни странно, в Москве есть такие места удивительные, это поле находится между Борисовскими прудами и Каширкой, и меня поразило, что когда респондент замечала пространство, какие-то фрагменты окружающего пейзажа, она мгновенно обращалась к своим переживаниям, например, указывая на загорающего человека на траве. Вот цитата. «Здесь ни одна я переношусь абсолютно в другую среду, не городскую. Люди занимаются спортом, ходят в плавках, нарушая социальные установки, собирают травы, и это совершенно не похоже на то, как люди ведут себя в Царицыно или в парке Горького». Потом вдруг мы увидели покошенную траву, я абсолютно не обратила на это внимания, но респондент заметил, здесь была газонокосилка. Очень больно на это смотреть, я сейчас заметила, вспомнила, что в раннем сентябре когда-то здесь стояли сухостои огромные. Это было полноценное поле, чем мы видим сейчас, но дух остался все равно. Другой пример я бы хотела привести из интервью с респондентом из Турции. Например, он вспоминал по ходу интервью места своего жительства в Москве, которые стали отправными точками для его размышления о жизни на территории города, например, район Тверской, чистых прудов. Вдруг он совершенно случайно вспомнил, что жил не только в доме Тверской, но и на Пушкинской площади, например. Он сразу стал описывать образ жизни, как бы притягивать к этому месту своего жительства тот способ, каким он пользовался инфраструктурой местности. Следующая вещь, о которой я бы хотела сказать, это безопасность. Каждый респондент пользовался уникальным языком, собственным языком для описания того, как раскрыть опыт встраивания в среду и через это описание собственную форму безопасности. Это понятие можно раскрыть через уязвимость. Например, у нас была респондентка, девушка, студентка, ЛГБТ-активистка, она сказала, что для нее это политизация своего опыта, опыта ненормативности. Для респондента из Киргизстана это желание интегрироваться в общество, занимаясь созданием помощи социализации детей из семей мигрантов, и также он указал на то, что с детства общался исключительно с носителями русского языка, это позволяло ему адаптироваться в новой непривычной среде. Также это вот, а для респондентки из Москвы этим оказалась жизнь за городом, то есть это тоже способ формирования собственного удобного способа жизни и может быть даже выживания в городе. Кроме нового опыта встраивания, например, мы говорили про мигрантов, ЛГБТ-активистов и политических активистов, рецепция опыта жителей города показалась мне наиболее говорящей, интересной, потому что я тоже родилась в Москве и очень часто слышишь такое устойчивое выражение о том, что москвичи не знают пространство, в котором находятся. Между прочим, это было сказано одной респонденток нашего интервью, но мы увидели просто очень интересные рассказы, которые представили ментальные карты, и нам удалось поработать с этими картами, они оказались очень сложными и противоречивыми, и я бы сказала, что это другая форма знания, которое, конечно, редко кем замечается. А, пожалуй, на этом я закончу. Спасибо за внимание. Спасибо, Вера. Вы очень плавно подвели нас к вопросу, которым, наверное, вы задаетесь, когда пытаетесь определиться, как же получать такого рода знания о городе. Совместность, безусловно, доставляет удовольствие. Иногда, если это разделение, совместное разделение некоторых травматических переживаний, это также требует определенного напряжения, если угодно, ответственности, которую вы разделяете с собеседником или с собеседницей, но так или иначе совсем не очевидно в случае, если вы сами хотите заняться исследованием, как это можно сделать. Можно ли, например, сделать исследование самим? Можно ли узнать что-то о соседях не в смысле подглядывания в замочную скважину, а в смысле вот той самой кооперации, коммуникативной солидарности, о которой я упоминал. И чтобы ответить на этот вопрос, я хочу пригласить сюда Марию Дубовик, которая сделает более подробное введение о методе. Вера, вы можете остаться? Конечно. Прошу вас, Маша. Добрый день. Меня зовут Мария, я тоже участвовала в этом проекте. И я хотела бы рассказать о том, как именно мы брали интервью, как мы общались с респондентами. Мне кажется, что любое социологическое интервью это нечто среднее между допросом, скажем так, соцопросом, по какой-то форме, по протоколу и со всеми деталями. И свободной, внешне непринужденной и, в общем-то, даже иногда кажущейся бессмысленной беседой о жизни респондента. И наш метод это скорее беседа, чем соцопрос. Такие беседы нравятся мне по двум причинам. Во-первых, они позволяют оставаться в зоне комфорта и респонденту, и интервьюеру, во-вторых, они могут завести куда угодно в смысле той информации и того опыта, который вы получите. Такие интервью в социологии называются нарративными интервью. Нарративное интервью можно противопоставить жестко структурированному интервью, стандартизированному интервью. Такие интервью используются для биографических исследований, для исследования сообществ и социальных групп. Они могут использоваться для создания исследовательской стратегии. Например, у нас было особое пробное интервью, когда мы только начали работать. и они могут использоваться для создания полноценного исследования. Основные особенности нарративного интервью это его неструктурированность, гибкость, отсутствие четкого гида и большая длительность, иногда до нескольких часов, а также высокая опытность интервьюера и умение перестраиваться на ходу. Метод предполагает минимальное вмешательство в само повествование респондента и доверие к компетентности респондента относительно его жизни и относительно того, как он будет отбирать информацию и какую информацию он сам посчитает значимой. Примечательно, что концепция нарративного интервью была предложена социологом Фритцем Шутце, которая использовала его как раз для изучения результатов реформы муниципальных округов. Также я хотела бы добавить, что в психологии, которая мне также близка, также имеется большой интерес к таким методам работы. В психологии я опираюсь на создателей нарративной психологии Майкла Уайта и Дэвида Эпстона. нарратив это история, это некоторая последовательность событий, рассказанная определенным образом, и это то, что сам человек рассказывает о своей жизни. Таким образом, мы могли бы сказать, и это не будет преувеличением, что люди это те истории, которые они рассказывают о своей жизни. Майкл Уайт, основатель нарративной психологии, писал о том, что психотерапевтическая беседа — это своеобразное путешествие, в ходе которого человек выстраивает карту своей жизни и ищет способы и силы принять то, что можно принять, изменить то, что можно изменить путем работы со своей жизненной историей. Мария, большое спасибо за это краткое введение. Я думаю, это делает более понятным метод работы, но у нас будет, безусловно, возможность обсудить его, особенно в том случае, если вы сами спрашиваете себя, а не попробовать ли сделать небольшое исследование, чтобы знать. Поскольку сегодня к нам не смогли присоединиться все участники исследовательской группы, лето различные обязательства и занятости, которые у них есть. Один из участников, Гудис Ашхаруа, простите, Ашхаруа, сделал небольшое видео, представляющее разные моменты, своего рода калейдоскоп нашей работы, и я попрошу его сейчас запустить, чтобы вы смогли познакомиться с другими участниками группы. Мы будем работать с границей видимого-невидимого, но это видимое-невидимое, но мы тоже парадоксально можем обладать весьма ограниченной физической деятельностью или активацией. И мы будем иметь таким образом карту города воображаемую, схему города, схему района. был такой, что мы сидели на лавочке, тоже мужчина подошел и стал говорить, что это вы там, ребята. GPS-трек, прогулки. Элементы интервью, запись прогулки. Не по-группу расскажешь. Хочу сказать на камеру, когда мы начали заниматься всем этим, у меня было больше ясности, но уже прошло несколько недель, и ясности становится все меньше. Но я бы не сказала, что от этого страдает интерес. Саляску, можно подожать, чтобы она не вверх. Саляску. Саляску. В Тринском были такой, это достаточно район такой, ну, хороший, и, в общем-то, следа такая, не было такого, ну, вот, красивого духа. И, в общем-то, да, да, все, отлично. Я не могу, как раз, очень деликатно задавал вопросы. Сегодня у нас есть новые партнеры из Гадана, поэтому мы будем говорить в английском, и поговорим основные вещи, которые будут иметь возможность, чтобы общаться с опытом. Патрон Карл удивляется, насколько по-русски, оказывается, говорят песни. Это еще только первая скорость. КОНЕЦ Как вы видели, состав участников постоянных или временно присоединяющихся к группе и к обсуждениям материала весьма обширен. Я воспринимаю все события цикла с возможностью обмена дискуссии как продолжение этой работы, поэтому сама логика проекта заключается в том, чтобы это пространство кооперации совместности расширялось. И те интеллектуальные дружеские связи, которые устанавливаются в ходе разработки тематики, в ходе исследовательской работы, оказываются частью произведенного исследованием эффекта. Пространство меняется, оно меняется в том числе в тот момент, когда мы его исследуем, когда мы переопределяем режимы совместности, которые доступны нам или которые мы сами пытаемся этому пространству навязать. И для того, чтобы проиллюстрировать некоторые результаты того, что можно сделать с интервью, при помощи интервью, каким образом работает эта логика знания о городе, знания в упреждающем режиме, знания, которые мы приобретаем еще до того, как нам начинает что-то угрожать, и когда наше общение и наша совместность становятся вынужденной. Я хочу продемонстрировать два очень коротких видеопримера. Первый — это демонстрация абсолютно классической социологической темы того, как работает социальное пространство, и как в наблюдаемом физическом пространстве может скрываться что-то неожиданное, что-то невидимое, что-то действующее вне пространственно, но определяющее пространство. Пространство в том числе в самом широком смысле. В частности, речь идет даже не о выборе места жительства, а об одежде, об одежде, о жестикуляции, о том, что составляет телесный экзис. Когда мы с вами находимся во взаимодействии повседневной городской жизни, мы с вами принуждены, может быть, не то слово, мы с вами предрасположены к тому, чтобы воспринимать наших случайных собеседников, тех, кого мы встречаем на улице, тех, с кем мы сталкиваемся и обмениваемся буквально двумя-тремя словами или жестами, как обладателей каких-то очень устойчивых жизненных стилей, выраженных в том числе в одежде, в способе говорить, в способе жестикулировать. И нередко мы пренебрегаем тем, чем пользуемся сами, когда находим, нащупываем свое место в социальном пространстве, пытаясь выразить это место через наблюдаемые и видимые физические знаки, через то, как мы одеваемся, через то, как мы представляем себя другим, через то, как мы в манерах, в форме общения указываем на свое социальное положение. И как раз этот момент переопределения оказывается возможным застать именно благодаря биографическому положенному в границе района, городского пространства, привычных мест обитания. Когда подросток, наша собеседница, рассказывает о том, какой эффект производит компания и как она пытается найти свое место по отношению к этой компании, конечно же, имея в виду, хотя и не произнося этого, не только и не столько всего лишь способ одеваться, но и классовые эффекты. Я попрошу видео. Вот, ну как, есть очень много минусов в этой компании. Когда только начала общаться с ней, я, так сказать, стала как 90% девочек в этой компании, следовательно, так сказать, копницы, в прямом смысле. Так и есть. Да, но потом, у меня есть лучшая подруга, которая живет, ну, прямо напротив меня. Я на меня буду говорить, потому что вот ты стала такой-то, такой-то, ты стала прям какой-то пацанкой. Я сначала этого вообще не замечала, потому что вся эта компания в себя втянула, потом мне пришлось перестать общаться с этой компанией. Где-то, может быть, на месяц, чтобы, ну, вести, вести себя адекватно, вести себя в один год. И спустя месяца 4 я стала, наконец, нормальной девушкой. Потому что, как я поняла, что у меня сейчас меньше, чтобы быть на компании, ну, скорее, с тобой печальше. Поэтому я там, как-то готов, устала общаться там буквально с другими, просто на уровне, для меня это пока. У кого-то из вас это высказывание может вызвать улыбку, у кого-то воспоминания о глубоком детстве или подростковых годах. Но смысл в том, что это гигиена, социальная гигиена, это эстетическая гигиена, которой прибегла наша собеседница, это, конечно же, демонстрация вот этой классической социологической дилеммы того, как работает класс. Классы незаметны в городском пространстве. Сегодня, по крайней мере, в том наборе признаков, с которыми мы привыкли ассоциировать классовую повестку. 19 век, буржуа против пролетариев, дэнди против аристократии. Нет, это работает сегодня не так, это работает на уровне инфра-деталей, на уровне вот такого выбора, быть или не быть похожей на 90% девочек в своей компании. И таким образом, достаточно тонкой подстройке, в которой само понятие класса растворяется, исчезает, но не перестает от этого быть некоторой объяснительной конструкцией, помогающей нам понять, что город по-прежнему не утратил, несмотря на все исторические перипетии, не утратил классового измерения. И второй момент — это движение от микро-уровня, от уровня микросолидарностей и микроидентичностей, от уровня заботы о очень скромном семейном бюджете, о необходимости каким-то образом поддержать свой уровень жизни в мегаполисе. Движение от этого уровня к уровню абсолютно политизированных или политически значимых мегатрендов, о которых мы постоянно слышим, глядя в экран компьютера, видим знаки этих трендов, глядя в экран компьютера или вслушиваясь в новостную повестку, когда речь идет о том, что где-то в каких-то городах возникают этнические бунты, где-то напротив националисты пытаются отбить пространство от нашествий и так далее. В большинстве случаев все то, что мы наблюдаем в виде законченных, гигантских по своему медийному эффекту событий, начинается на уровне совершенно базовой повседневной солидарности или травмы. Того готовы ли или не готовы в своем профессиональном измерении, в своем соседском или дружеском измерении мы, горожане, поддержать друг друга или, напротив, готовы провести слишком четкую границу, отделяющую нас от других, как будто бы не имеющих отношения к обширным социальным категориям, а на деле закладывающим фундамент новых солидарностей, глобального толка или новых масштабных конфликтов. Я хочу попросить показать второе видео. Я был, по-моему, в восьмом классе или в седьмом классе, а начали искать, кто будет работать. Я предложил, говорю, давать, я хочу зарабатывать и просто помочь своей семье. Нужно было по утрам убираться, например, да? Я говорю, сколько платят? Это было деньги, то, что это хочется приносить домой деньги, например, в том возрасте, восьмом-седьмом классе. Сколько было? Пять или шесть тысяч минус тринадцать процентов налоги. Я там столько денег до этого времени был. Это, на самом деле, хорошие идеи для этого времени было. По утрам посещал, при этом как раз был один момент, даже много моментов. Когда я работал, меня по утрам учителя меня замечали, проходили мимо, говорят, школьник работает. При этом у них почему-то отношение изменилось все, потому что уже взрослый, уже начинает работать далее. И, с одной стороны, никому это, не знаю, стыдно, может быть, и для меня это не было стыдно, потому что я реально помогаю своей семье. Иногда приходилось вот зимой, снегом много-много работы, например, мне приходилось вот этот школьный год полностью это все, работать, убирать и полный где-то. Учителя замечали, иногда пазл, они спрашивают, почему я пазл, говорю, проспал и так далее. А улыбается, она знает, что я работал, но при этом поддержка есть, на самом деле, уже в школьном году. То есть, видите, вот этот сообщнический взгляд, готовность учителя принять ложь, проспал, в то время как учительница знает, что работал, это и есть определяющая характеристика, совершенно невидимая в силу ее кажущейся микроскопичности. Но из таких микромоментов складывается биография, а из множества таких моментов складываются социальные солидарности или напряжения, которые мы сами культивируем или, наоборот, разрушаем в ходе нашей городской жизни. Очевидно, что и здесь тоже мы имеем дело с невидимым, которое становится глобальным. И, как вы видели, и участницы об этом уже несколько раз упомянули, интервью — это опыт биографической солидарности, биографической кооперации. Мы, работая с нашими собеседниками вместе, также переживаем это исследование как биографический опыт. Я хочу попросить участниц кратко рассказать о своем, если угодно, биографическом приобретении в результате этого исследовательского проекта. Маша, может быть, тогда с вас начну. Я, пожалуй, начну с видео. Можно, пожалуйста, включить видео? Это видео... Нет, Нира, не включено еще. А, это видео, это интервью, которое брал Александр на одном из митингов против реновации. У нас вот своя политическая партия, вибритарианская. Я активно участвую в ее деятельности уже на протяжении пяти лет. И основное как раз — это защита прав, защита естественных прав, защита права человека на себя, на самопринадлежность, на себя и своей собственности, на то, чтобы государство не лезло к нему. На то, чтобы люди решали свои вопросы сами, а не просили хозяина решить их за него. Но все-таки социальные программы в большинстве обществ, которые мы называем развитыми, существуют, и они управляются государством. Мне просто интересно понять, где вы видите вот эту границу между частным и государственным, и допустимостью государственного. Как вам сказать? Хороший вопрос. И, в общем-то, нигде. На мой взгляд, государство должно присутствовать только в тех сферах, в которых без него справиться невозможно. Но, честно говоря, от этих сфер не уверен, что такие сферы есть. А вот когда, например, вы в ТСЖ объединяетесь или в районе митингуете, для вас это как раз часть той преобразовательной работы, которая меняет в сторону права? Ну, я стараюсь в своей деятельности, в том числе и в районе, и придерживаться тех принципов, тех, в общем-то, убеждений, которых я придерживаюсь. А насколько это вообще удается? То есть, насколько вот та проблематика, которая вас больше всего интересует в политическом измерении, приложима... Иногда хочется сделать чего-то побыстрее, но через два-три шага понимаешь, что невозможно взять и навязать кому-то свое видение силой. Ничего хорошего из этого не выйдет. Я хочу рассказать об одной проблеме, с которой я столкнулась, и биографической проблемой, и ответ на которую мне помогло найти исследование, именно городское исследование, исследование митингов. Я имею в виду проблему солидаризации с протестом. До митингов о реновации у меня не было такой проблемы, и это происходило практически автоматически. Но я осознала то, что я не могу солидаризироваться с протестующими именно в таком режиме, поскольку у меня нет квартиры в Москве. И, может быть, мой классовый интерес, как понаехавший, как и заключается, как раз в том, чтобы было много снесено домов, было много домов построено, и цены на жилье упали. Но, в общем-то, как вы видите, я не могу встать под знамена за частную собственность. И мой ответ биографический и исследовательский на вопрос о солидаризации, он еще находится в процессе формирования. Но то, что я узнала из интервью на митингах и из интервью с Еленой Русаковой, это то, что люди защищают не просто свою собственность, жилплощадь, они защищают нечто общее. Они защищают свой район, комфортную среду обитания, просто возможность погулять по своему зеленому району, возможность пообщаться с соседями. И район, как уже сказал Александр, это не просто место, куда люди возвращаются поспать. Для многих это часть, я даже не побоюсь этого слова, идентичности или самоопределения. То есть это уже не защита частного, а защита чего-то общего. И из интервью на митингах мы поняли, что люди пришли защищать свое право управлять собственной жизнью. Большое спасибо. Мария, что вы скажете о биографических приобретениях исследований? Я начну с того, что мы занимались этим исследованием приблизительно 5 месяцев. И я как философ отношусь к социологическим методам, к социологическим исследованиям. С одной стороны, с симпатией, с другой стороны, с некой тревогой. Потому что, на мой взгляд, сама по себе необходимость ходить с респондентами, гулять с ними, расспрашивать их об их жизни, это некое вторжение в их жизнь. И, пожалуй, самое ценное, что я вынесла, это понимание того, в каких рамках, с помощью какой структуры возможен такой диалог. Мне кажется чрезвычайно важным тот факт, что для того, чтобы человек что-то рассказал, нужно задать ему некую рамку, нужно быть готовы его услышать. И, на мой взгляд, чрезвычайно важно, чтобы состоялось доверие, чтобы состоялся именно диалог. Что касается какого-то городского опыта, я, наверное, в отличие от Маши, в этом смысле как-то позитивнее. Не могу порадовать чем-то подобным, что было у Маши. Просто хочу сказать, что для меня это был опыт. Опыт общения с городом, опыт хождения по городу в прямом смысле слова, освоение районов. Богатые районы стали ближе, бедные районы стали симпатичнее для меня. Я думаю, вот такой вывод. Спасибо большое. Вы упомянули действительно очень важное измерение нашей работы, на котором, наверное, может быть, мы еще остановимся подробнее в дискуссии. Это ключевая человеческая технология, которая позволяет реализовать такой проект, это действительно доверие. И то, каким образом оно конструируется, доверие к собеседникам, доверие к городу, умение видеть детали, которые не отталкивают, или которые вы не стремитесь тут же вытеснить. Это действительно одно из важнейших приобретений. Вера, прошу вас. У меня в самом начале исследование, о котором написал Александр, то есть предложение участвовать в этом исследовании вызвало страшный интерес, потому что я очень много думала о том месте, в котором я живу с детства, о том, чем отличается, например, спальный район от центра, потому что для меня это было, например, главное различие до 17 лет. И мне всегда заставляло задуматься, каким образом человек выстраивает собственную стратегию пользования городом. То, что мы получили, это очень разнородный опыт, очень насыщенная рефлексия. И потому что нам говорили респонденты, можно даже говорить о разной степени ответственности за то пространство, в котором они живут. Я заметила за собой, что границы города, в зависимости от того, в каком режиме ты живешь, они очень сильно смещаются. Например, если ты живешь в центре, то пространство, оно с одной стороны сужается, но с другой стороны ты с меньшей степенью вероятности выйдешь за пределы Садового кольца, потому что тебе кажется, что это занимает слишком много времени и сил. Противоположный опыт мне тоже знаком. Я могла совершать часовые прогулки по Москве, при этом не уставая ни капельки. То есть я была готова пройти еще столько же. Я думаю, что у каждого из тех, кто здесь присутствует, есть такие же, может быть, интенции, или, может быть, в чем-то вы со мной не согласны. Но исследования, помимо таких обычных размышлений о собственной жизни, например, у меня был целый альбом, посвященный городским ландшафтам, он назывался «Хроники урбанистических ландшафтов». И меня интересовали самые разные вещи, необычные, которые привлекали мое внимание. Граффити или, например, поваленный столб, ну что угодно. И мне нравилось коллекционировать эти вещи. Но во время исследования удалось поработать с опытом проживания в городе как с формой знания. То есть удалось проанализировать ее по отношению к собственной биографии, к биографии респондентов, сравнить их. И меня поразило, насколько много различий, которыми оперируют жители этого города, насколько они превосходят, например, мое первоначальное понимание о том, чем отличаются разные районы города. Например, теперь мне кажется, что Москва состоит из нескольких городов. В каждом из районов есть собственная жизнь. И мы знаем очень мало о собственном городе. И мне кажется, чтобы сделать его лучше, нужно продолжать это исследование и, может быть, начинать подобное исследование. Спасибо. Спасибо, Вера. То, что Вы сказали в своей заключительной фразе, звучит на самом деле даже большим вопросом. Вот я хотел бы задать его Вам. Есть ли у Вас опыт исследований городской жизни? То есть хотели бы узнать в какой-то момент лучше Москву или город, в котором Вы живете или жили, и попытались ли Вы реализовать этот свой познавательный интерес каким-то образом? Поднимайте, пожалуйста, руку, если Вам есть с чем поделиться, и коллега поднесет микрофон. Здравствуйте всем. Меня зовут Алексей. Я хотел рассказать о моем опыте исследования города, которым я невольно сделался, можно сказать, потому что моя история заключается в следующем. Я в течение пяти лет со своей женой переезжал с квартиры на квартиру съемную. До этого я безвылазно жил 25 лет в Ясене, у него в своем родном. Но с тех пор я, собственно, прожил на Алексеевской, на Коломенской и снова на Алексеевской. Так получилось, что я туда вернулся. И как только я начал снимать свою первую квартиру, я обратил внимание, что действительно город различается, разные районы города различаются. Но для меня до сих пор есть вопрос, который я, на самом деле, Вам хотел задать, как группе. Несколько такое, на первый взгляд, на мой взгляд, очень простое слово район. На мой взгляд, все-таки не такое простое. Здесь есть что-то скрытое, как Вы говорили. У меня к Вам, собственно, встречный вопрос будет, на который Вы, надеюсь, ответите после моего небольшого рассказа. Как корреспонденты видели границу своего района? Вот когда они говорили, мои люди, мой район, жители моего района, я выступаю за отлицатом района такого-то, где граница вот этой практики пространственной, за которой они готовы биться, условно говоря. Ну, лично в моем случае, да, я готов собрать жильцов своего дома. Я живу сейчас в 14-этажной свечке, одноподъездной. Если я там захочу повысить давление в трубах, потому что я на последнем этаже, у меня не течет. Я готов их собрать, чтобы подать некую жалобу в ТСЖ. Но, условно говоря, меня уже не волнует соседний дом. Практически не волнует, да. И, возвращаясь к моей истории, я, собственно, начал жить в нескольких съемных квартирах, вернулся в мой любимый теперь район Алексеевский, который мне понравился тем, что там есть красивые дома, которые расположены рядом с парком Сокольники. И мне это показалось очень удобной практикой жить в городе и жить в лесном городе в таком. Кроме того, я как автомобилист нашел тоже плюсы в этом районе Алексеевский, потому что оттуда можно очень легко доехать до центра. В частности, там за 14 минут я доезжал, когда мне надо было, условно говоря, до Новокузнецкой, даже в разгар рабочего дня. После этого я заинтересовался городом, как таковым, да, и начал совершать велопрогулки по нему, включая такие далекие земли, как Фили, для меня далекие земли, да, которые в моем представлении это просто какое-то собрание болот, и там реки и так далее. Недавно я там был, прекрасное на самом деле тоже место, но тем не менее вот это восприятие такого ландшафта в моей голове не изменилось. Фили для меня по-прежнему набор воды, чередующейся воды, плоскостей, воды, плоскостей, грибной канал, река и так далее. Из такого опыта общения с людьми, например, есть у меня один знакомый, который с рождения и до своей старости живет в центре Москвы. У него очень старорежимное такое восприятие Москвы. Для него Москва заканчивается в прителах Бульварного кольца, условно. Он живет в районе Малой Бронной, и, соответственно, для него там даже Алексеевская это уже какой-то пригород, на мой взгляд. Еще я знаю людей, которые живут в Москве и периодически ездят в Павшинскую пойму. Когда они там побывают, погуляют, они говорят, ну что, поехали назад в Москву. То есть для них Тушин это тоже такой отдельный город. И в связи с этим мой второй вопрос к вам. Как вы все-таки обобщаете весь этот поток разрозненных очень данных от разных респондентов? Ну, может быть, рано еще говорить об неком обобщении, но все-таки вы поговорили с одними людьми, вы поговорили с ЛГБТ-активистом, вы поговорили с человеком, который против реноваций, вы поговорили с человеком, который просто живет в городе и так далее. Все-таки есть ли какие-то сейчас обобщения, может быть, какие-то точки гравитационного протяжения для условных москвичей? Хотя это тоже, на самом деле, отдельный вопрос, где кончается Москва и до какой предела мы можем говорить о городе как таковом? Извиняюсь за сумбур. Это была моя история и два моих вопроса. Спасибо большое. Спасибо. Подождите, а вы ходите на митинги против реновации? Нет, я не хожу на митинги против реновации. Могу аргументировать. Нет, нет, это просто в качестве… Если зайдет речь, то мы, наверное, продолжим на эту тему. Вы действительно затронули очень важный и интересный вопрос. Конечно, наше интервью не сводится к тому, чтобы выхватить какие-то тематические моменты из биографий наших собеседников, обладающих тем или иным опытом коллективного управления уязвимостью. То есть это не только ЛГБТ, это не только опыт миграции, это не только опыт подростковой жизни. Это гораздо более обширная рамка движения по значимым местам. И в пределе, если бы у нас было больше интервью, мы рассчитывали, и, в общем, рассчитываем еще этот опыт произвести, взять несколько интервью у жителей одного и того же микрорайона с тем, чтобы посмотреть, как пересекаются их траектории и смыслы в рамках одного пространства. И это частичный ответ на ваш вопрос. Как можно действовать, исходя из логики малых чисел, когда набор опытов, с которыми мы имеем дело, ограничены? Это не гигантские выборки, не анкетные опросы и так далее. Второй момент — это попытка работать с такими переменами, которые являются, если угодно, трансбиографическими. Например, вопрос уязвимости. То есть мы не определяем уязвимость заранее тематически как ограниченную тем той или иной формой дискриминации, столкновения с институциональными сбоями и так далее. Конечно, уязвимость — это гораздо более общая категория. Мы все уязвимы. Человек, который выходит покурить в коридор и ставит там консервную банку в виде пепельницы или вот тот странный заляпанный стул, который вы видели на вступительном видео, а рядом столик, накрытый скатертью, он уже демонстрирует свою готовность к тому, чтобы сделать уязвимость наглядной, пространственной. Он не выносит этот стол во двор, он оставляет его на лестничной площадке. И мы можем работать с этим единичным фактом, отталкиваясь от него и отыскивая в повествовании других наших собеседников какие-то знаки того, каким образом они управляют уязвимостями. То есть нехваткой, которая подталкивает нас к тому, чтобы быть вместе. Вот такие моменты — опасность или безопасность, как об этом упоминала Вера, удовольствие и его отсутствие, пространственность и непространственное взаимодействие — это те измерения, с которыми мы можем работать на очень ограниченных выборках, на очень ограниченном числе интервью. И, конечно, вопрос о границах решается, опять же, не статистически, не перебором сотен и тысяч ответов, хотя само по себе это было бы интересно. Нас интересует углубление следующего рода. В каком режиме наш собеседник живет в микрорайоне или в районе, или в Москве. И оказывается, что те, кто производит какие-то операции с пространством собственной жизни, гораздо лучше понимают границы своего района. То есть это, например, подростки, которые находятся в постоянном перемещении и брожении по району, они очень четко определяют границы района. Это художники, активисты, которые занимаются конструированием этих границ, если угодно, или их переопределением, и очень внимательно к изменениям, которые происходят в районе. Это активисты других, не обязательно художники, это люди, у которых есть опыт той или иной разновидности активистской жизни, активистских обязательств. То есть чем более активны вы в жизни своего района, тем в большей мере пространство для вас непростая геометрическая переменная. Это общий ответ на вопрос. Второй, может быть, мы ответим по ходу, потому что вы спрашивали о некоторых результатах и наработках, которыми мы можем поделиться. Я думаю, что сейчас в диалоге это прояснится в деталях. Прошу, Андрей. Почему-то хочется... Тук-тук, меня слышно, да? Почему-то хочется сказать здравствуйте. Да, но неважно. Меня зовут Андрей, я хотел бы поделиться рядом своих наблюдений, которые, мне кажется, что придутся к вашему исследованию, да и вообще к сегодняшней дискуссии. Бесконечно кстати. Кстати, спасибо за эту дискуссию. Она активизировала во мне некие ощущения, интуиции, которые, в общем, до того не приходили. Я как-то на секунду ушел в себя, чтобы, как получается уже сейчас, задним числом вынести некий вердикт, опыту, пережитому мной, не когда я, выражусь жаргонизмом, жил на районе. Мне нравится, что вообще для всего этого существуют какие-то специальные слова, а специальная экспертная лексика появляется, если действительно есть какая-то феноменология, которую нужно разобрать. Ну, от теоретических построений перейду, собственно, к антропологическому материалу, который я хотел бы вам предъявить, а именно отчасти ответить и перезадать вопрос, который молодой человек только что поднял, где находятся, где простираются, где пребывают границы района, и кем они вообще определяются. Вот когда я жил на районе, почему, опять же, я употребил здесь, собственно, вот этот сленговый оборот, такой вот, соответственно, как бы его определить, ну, в общем, такой low class, выражусь так, дистанционно, на английском языке, ввиду того факта, что еще в бытности, наверное, школьником я как-то, в общем, активно, я думаю, как и каждый из вас, в той или иной мере переживал себя, потому что еще то было до дигитальной эпохи, в общем-то, в пространстве нескольких дворов, да, я еще помню те времена, когда, в общем-то, люди практически даже и не созванивались по телефону, они просто примерно знали, когда в каком дворе кто вдруг, точнее, не вдруг окажется, да, потому что я даже хочу заметить, что в то время было не так уж и удобно в любое время звонить, потому что телефон на квартиру был один, могли поднять родители трубку, которые уставшие с работы или до с работы, ну, в общем, здесь тоже есть определенная любопытная феноменология вокруг всего этого, но я совершенно хотел сказать о другом. Я родился, вырос и, в общем-то, до сих пор отчасти живу, сейчас живу на несколько квартир, ну, не принципиально, в районе метро Маяковская, на улице Тверская, Тверская-Ямская, правильнее сказать, и вот как раз есть очень определенная, соответственно, граница, оказывается между этими районами, Тверской-Ямской и Тверской улицей. Я жил в районе, соответственно, первых Тверских-Ямских улиц, в общем, место, отличающееся, очень определенное, и как вот я сейчас уже задним числом сделал для себя вывод, спецификой, а именно то, что этот находящийся, в общем-то, в пешей доступности от Кремля район был населен, уж не упрекайте меня, пожалуйста, в социальном расизме, в общем-то, не тем классом, который, по идее, как бы могло бы показаться, в этом районе обитал. В основном это были те люди, которых сейчас принято называть гастарбайтеров. Я учился в школе, в 128-й школе, которая находится, собственно, на второй Тверской-Ямской улице, и все это время, все те 6 лет, 5 лет, что я там провел, я испытывал некое очень странное чувство, что я не на своем месте. Сейчас, когда часть ребят уже находится в местах не столь отдаленных, кто-то уже, в общем, покинул этот свет по каким-то другим причинам, там связанным с разбоем, наркотиками. И, в общем, суть в том, что очень многих своих одношкольников я наблюдаю, например, имел честь наблюдать в передаче «Дорожный патруль», а не, например, по каналу «Культура» или здесь, в этой аудитории. В общем, вот такой вот парадокс связан с моим районом, который я до сих пор не отгадал. Но вот к чему я веду. Буквально через Садовое кольцо, где начинается, собственно, район Пушкинской площади, вот там я обрел каких-то своих друзей, которые, в общем-то, себя называли люди из двора. Там есть определенный дворик, в общем, и вся эта вот определенная компания, кстати, тоже очень любопытный, представляет она собой антропологический материал для вашего разбора, обладала целым количеством ритуалов, целым количеством, собственно, особенных маркеров, которыми они себя, как бы, отделяли от других, от остальных. Вот, в частности, недавно на городском, вот в городской СМИ-афише опубликовало интервью с легендой, собственно, района, вот, Пушкинского района, тех, так сказать, легендой тех людей, которые называли себя компанией из дворика, а именно с Антоном Абросовым, выдающимся человеком, который каждый год открывает купальный сезон в саду Эрмитаж в небольшом фонтане. Вот, это тоже такой любопытный факт. И, в общем, я как-то вот завязавшись немного с тем коллективом, разумеется, не через пламание фонтанах, да, там была и очень интересная комьюнити стрит-арт-художников, я до сих пор задаюсь с неким вопросом, собственно, во-первых, почему, ну, вот так вот чисто социально сложилось, что очень сильно состав, да, социальный состав, да, некий классовая составляющая была разделена между районами, и как мы, как они меня относили к тем, кто живет, кто из тверских, а они себя определяли тех, кто живет, ну, из пушкинских, тех, кто живет в районе дворика. И вот через, вот, в частности, вот такие вот забавные ритуалы, как вот сопричастность, например, посещение вот этого вот открытия купального сезона, да, вот такого вот немного эксцессного, да, определяли себя вот ребята, которые относились к району, который вот находился следующим после меня по Тверской в сторону Кремля. И мне показалось, что это, в общем-то, такой тоже любопытный комплекс наблюдений, который стоит рассматривать и через ритуалы местных, и через какое-то комьюнити, которое испытывает активное любопытство к жизни своего района и переопределяет себя через него. В общем-то, тоже действительно я оставляю вопрос открытым, а как же на самом деле мы определяем, мы с этого района, да, или мы из этого района, если говорить на нормальном русском языке, а кто из другого? Вот, вы отчасти ответили, но, в общем, я считаю, что этот вопрос требует более детальных каких-то размышлений. Прошу прощения за затянувшийся вот рассказ, он просто был ностальгическим отчасти. Андрей, спасибо за то, что поделились этими наблюдениями. Обязательно пообщаемся с вами и возьмем контакты с обитателями этого двора и ответить сможем на ваш вопрос более содержательно после интервью с ними. Но общий вопрос, это как бы, это совершенно законный вопрос в рамках такого исследования, и он звучит, это еще раз имеет смысл повторить, он звучит как вопрос о пространстве, где границы, о пространстве физическом. Но на деле, я здесь выступаю в роли человека, который повторяет одну и ту же фразу, карфаген должен быть разрушен, на деле речь идет о классовых границах. Вы сейчас это прекрасно продемонстрировали, говоря о своем чувстве социальной уместности и неуместности. И класс является тем невидимым измерением, той пружиной, которая в очень значительной степени определяет, что является границей пространственной, физической, и в какой мере житель дома в центре Москвы способен испытывать солидарность к обитателю Алексеевской, а то и какого-нибудь более отдаленного района. Я хотела бы добавить и попробовать ответить на вопрос исходя из собственного исследовательского опыта Алексея и Андрея. Одна из моих респонденток, она жила в спальном районе Москвы, вспоминала, как дом, в котором она жила, находится перед рощей, которую посадили ее бабушка и дедушка. Она восхищалась вообще этим событием и очень ценила место, в котором росла, но когда прошло много времени, ну, не много времени, то есть она довольно молодая, наступило новое время России, она столкнулась с тем, что вообще каким-то образом преобразовывать среду, в которой она находится, стало невозможным. Она сказала, что ну вот мы не можем даже посадить дерево, на следующий день дворник его выкопает. То есть невозможность вмешательства в среду ее района вывел ее, несмотря на то, что она всю жизнь жила в мегаполисе, за пределы района, и она уже несколько лет с мужем живет в деревне. Мне кажется, что, конечно, я говорю о времени, которое прошло, но с другой стороны это попытка вернуться в эту темпоральность и обрести возможность находиться в собственном пространстве, то есть вернуть себе его, но уже на территории загорода. Вот. Спасибо. Спасибо. У меня еще есть один к вам вопрос. Кто-то из вас работал с видео, снимая жизнь города или района? Если да, то как? Вы, перемещаясь из квартиры в квартиру, еще и снимали этот процесс? Это был другой опыт. Я просто работаю в области маркетинговых исследований, и у нас был запрос на исследование, связанное с мобильной связью, и в качестве отчетного документа мы предложили видео с респондентами, как они используются мобильной связью в повседневности. И это был ряд интервью, серий с 10 интервью, которые проводились, ну там на самом деле мы провели разграничение между кнопочными и не кнопочными телефонами, потому что так хотел заказчик, да, но, собственно, выбор места, в котором будет проводиться интервью, мы оставили за респондентами. И я хочу сказать, что в основном это к вопросу о том, что пространство как такового сейчас не существует, возможно, как-то не актуализируется. В основном в 90% случаев респонденты предлагали провести интервью в торговом центре или максимум на бегу в абсолютно незначащем для них месте. То есть я там иду с работы до остановки, давайте там мы встретимся. Это я к тому, что вот когда вы у них просили провести где-то интервью, было ли это для них каким-то значимым местом или вы предлагали? Да, это было, да? Ясно. У меня небольшая ремарка. Может быть, это вело меня в заблуждение, может быть, аудиторию, если ввело. У вас называется исследование персональной географии Москвы. Субъективная. Субъективная. Субъективная география Москвы. Возможно, вы сейчас просто ответили на вопрос о классовых различиях. Я люблю повторять такую фразу, что между милиционером из России и Соединенных Штатов наверное, больше общего, чем между милиционером из России и городским жителем из России, да, там, москвичом, условно говоря, может быть, есть резон убрать слово Москва, да, и оставить просто слово. Как запечатлеть невидимый город, субъективная география? Да, потому что сейчас, на мой взгляд, разграничения, вот эти субъективные, в том числе географические, они лежат, ну, если это представить в виде некоторых таких связей, они уже лежат не только в территориальной географии, но и в онлайне, и, естественно, это все размыто далеко за рамками города. Словно говоря, будучи активистом, я могу общаться по всему миру, не только в пределах своего района, но и просто общаться с людьми из Нью-Йорка. Да, они мне будут ближе, чем человек с третьего этажа, который мочится в урну, покуривая, да, при этом, просто потому, что у него так заведено. Активисты тоже, на самом деле, мочатся в урны. Мы как раз будем об этом говорить на событии в четверг. Спасибо за вашу реплику. Все-таки для нас было определяющим, что мы работаем с Москвой как со сложным городом. То есть даже если вы подсоединены при помощи электронных сетей из какого-то маленького города или из удаленного от мегаполиса в пространство, ваш опыт будет отличаться от опыта жизни в мегаполисе. Просто потому, что на работу, например, вы тратите не полтора часа, чтобы добраться. И значимые места для вас, например, то ценимое зеленое пространство, о котором сейчас упомянула Вера, скорее всего, в маленьком городе, в сельской местности будет наделено совсем иным статусом. То есть все-таки здесь есть неустранимость пространства, московского пространства, сложность его организации и насыщенность его смыслами. Поэтому мы предпочли сохранить название города в заглаве нашего события. Вы в Москву включаете? Да, мы включаем, пока мы туда не добрались, но это значится в планах. Друзья, прошу, если у вас вопросы или реплики, у нас совсем немного времени осталось для того, чтобы продолжить обмен. Прошу вас. Здравствуйте. Меня слышно? Меня зовут Мария. Я занимаюсь городскими исследованиями. Я тоже социолог. И вопросов, на самом деле, довольно много. Наверное, какие-то я задам попозже лично. Но меня очень интересуют визуальные исследования. Я сама еще как-то к ним все присматриваюсь, но никогда так и не попыталась. И у вас очень много видео. Я хотела спросить, как вы это потом анализировали и что это добавляет к разговору или как это вообще влияет на ход интервью, когда снизу с камерой человек тебя снимает и спрашивает, как ты в компании. Иногда три человека. Вот. То есть это что-то, наверное, совсем новое и очень отличное от даже привычного интервью-прогулки. И еще я хотела спросить насчет выбора информантов, потому что я увидела много знакомых лиц. Дело в том, что у меня сейчас сравнительные исследования по Москве и Томску, тоже активистские проекты. И мне кажется, что наши поля пересекаются, и я уже начинаю думать об усталости поля. Вот почему, как вы выбирали информантов и много ли их было? Спасибо. Отличные вопросы. Как раз из той профессиональной перспективы, с которой мы начинали эту сегодняшнюю встречу, как камера влияет на сам процесс интервью? Очевидно, что определенное смущение или постановка в первый момент встречи с камерой, постановка себя перед камерой, неустранима. И вопрос как раз в том, каким образом выстраиваются отношения с собеседником именно так, не просто с респондентом, а с собеседником, как отношение паритетное, как отношение кооперации. То есть это вопрос создания пространства доверия. И по истечении первых, наверное, трех минут, я здесь хочу обратиться к опыту коллег, которые наблюдали это со своих позиций, в том числе из-за камер. Я полагаю, интенсивность этого переживания быть перед камерой снижается очень сильно. И после истечения этих трех минут вся драматургия, взаимная драматургия выстраивается во многом вокруг биографических смыслов. И иногда бывает, вот как вы видели, по качеству картинки трудно контролировать камеру, потому что увлекаешься общением с собеседником, и камера скачет. Что вы скажете? Иногда даже меньше, чем три минуты. Я могла бы добавить, что некоторым респондентам нужно задавать рамку, то есть задавать вопросы, а кому-то, как, например, активистам, нужно просто предоставить возможность говорить. Бывают ситуации, когда человеку есть что рассказать в жизненном смысле, если хотите исповедоваться или что-то еще. И тогда он, возможно, посмущаясь минуту, тем не менее, потом расскажет нечто такое, что вы тоже будете хранить секреты. Да-да, то есть во многом это, я не побоюсь этого слова, политический вопрос. Камера — это не просто сценический инструмент, его очень легко дезавуировать в этом качестве. Это скорее вопрос иерархичности или не иерархичности отношений с собеседником и готовность ответить на его запрос. Если он в начале интервью хочет больше вопросов, чтобы почувствовать более уверенно в координатной сетке беседы, вы задаете больше вопросов. Если ему, напротив, нужно разговориться, вы позволяете ему самому это сделать. Это действительно по длительности непредсказуемый процесс. Я думаю, что в той мере, в которой вы готовы перейти от формата полуторачасового интервью к шестичасовому, все вопросы решаются, связанные с камерой, кроме возможной емкости аккумулятора. А вот что касается анализа этих интервью, то здесь я, наверное, вернусь к тому ответу, который я уже предложил Алексею, а именно это пилотный проект. Выбор респондентов определялся, еще раз повторю, способностью, готовностью, наличием опыта работы с уязвимостью, коллективной работой. А это как раз художники, активисты из числа горожан-мигрантов, те, кто, например, имеет собственные проекты, из числа ЛГБТ, людей, те, у которых есть свой опыт превращения стигмата в поводы для публичного действия и так далее. Потому что именно это задает ту точку отчета, которая позволяет говорить об их опыте как об опыте произнесенном, то есть рефлексируемом и расположенном по отношению к другим опытам. Без этого, я думаю, пилотная фаза проекта оказывается слишком затянутой. Мы оказываемся в слишком обширных промежутках безмолвия того, что не произнесено ранее, не может быть обдумано, не осмыслено критически, и нам довольно трудно работать как раз с теми параметрами, что я уже упоминал, уязвимость, опасность-безопасность, удовольствие, травма, то есть все то, что составляет основу нашей городской жизни. И, соответственно, обработка этого первичного этапа исследовательской работы, оно во многом строится на том, чтобы находить какие-то смысловые изгущения, которые нам сообщают собеседники, пересматривать их в пространстве коллективного опыта, как гипотезы. Например, для меня было совершенным открытием, что лесбийская жизнь не карнавальна. То есть мне представлялось, что совместная лесбийская жизнь это скорее что-то вроде такого квир-праздника. Оказалось, что совсем нет. Это совершенно дилетантское суждение, которое демонстрирует мое предшествующее слабое знакомство со средой, но оно позволяет сформулировать или уточнить более ясно гипотезу о том, что означает быть квир в современном российском обществе и в современном российском мегаполисе. Для меня было очень важным сформулировать гипотезу о значимости образования для выходцев из семей горожан-мигрантов. О том, что к институциональному образованию, к институциям школьным, которые добавляют дискриминационную нагрузку, школьники из семей горожан-мигрантов демонстрируют очень высокую мотивацию учебы, фактически переигрывая школу. То есть беря от школы тот максимум, который школа возможно не может достичь, которого школа не может достичь в случае с постоянными обитателями города, выходцами из этих семей и так далее. То есть есть целый набор частичных или частных наблюдений, которые мы можем переформулировать как гипотезы. Наверное, в этом главное достояние текущей фазы проекта. Я думаю, что сейчас настало время поблагодарить всех участников. Я хочу выразить огромную благодарность также гаражу и менеджеру Анастасии Шамшаевой, которая обеспечивает технически этот проект со всех сторон. Без вот такой кооперации, очень многосторонней, которая сделала возможным этот проект, конечно, наша сегодняшняя встреча не состоялась. И огромное спасибо участникам проекта. Это действительно приключение, которое хочется продолжать. Собеседникам, которые готовы вступить в процесс кооперации, сотрудничества и показать свой город, сделать его общим. И всем вам, кто так замечательно участвует в обсуждении. Спасибо. 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 Спасибо.